Очень активная лейнинг стадия будет у пингвинов, Дарксир и Тускар могут свою харду просто с ровным счетом, я думаю, задавить, Аркварден очень тонкий, но единственная проблема, то что он хороший рейнджевик, и у него большое количество урона с руки, даже поначалу, но Дарксир и Тускар два миличника, они могут от него очень много получить, или что, ну, не так уж и больно, но тоже неприятно, они просто могут его сильно не прохарасить, докатиться до него, конечно, можно, но там всякие щитки от Дарксира и прочее, оно будет работать только когда будут нападать, только когда будут давить, а смогут ли они себе позволить такое давление, не очень ясно, все-таки Гримстрогу будет с Ингсвеллом, если на него закатиться вплотную через Сноубол, то это будет сразу Ингсвелла в лицо, хотя, по сути, там на первом уровне мизерный стан, мизерный урон, там бояться нечего. Снэйкинг С фантомкой на линии, ну, у них Харда будет тоже довольно тяжелая, Кентавр и Тинни, да, два миличника против Даззла, Даззла будет удобно, Даззл будет хорошо их травить, будет хорошо их вейвом избивать, немного просто продамаживать, но единственный минус, что они довольно крепкие силачи, и, ну, пробить их будет не так просто. На линии пак против Сумаил, пак одно из лучших решений, наверное, против Аутор Диваура, просто потому что урона с руки много, интеллекта очень много, все, откачать, допустим, какого-нибудь кунки не получится, и все, будут счастливы на линии, скорее всего, фармить и ФК там свои нулики, и после этого уже выходить. Хотя посмотрим, как именно оппонент будет решать задачу поставить Сумаилом, потому что вот на прошлой катке там, конечно, он был на кунке против, как его там, Леширака, да, по-моему, на кунке против Леширака, и это было в салат проигранный мид. Игру Джейш Толм не будут показывать? Нет, не будут, сейчас, к сожалению, людей не хватает на это, ну и каналов тоже, то есть сейчас два канала докастовывают Европу, два канала заняты на вот этом матче Evil Genius и Форвардов, и все, больше нет ничего, а организатор не дал больше, чем четыре канала, и это, по сути, вот тот самый потолок, где даже вот если найти каких-то левых людей и посадить, ну, это нельзя сделать. Организатор запрещает кастить на каких-то каналах, кроме своих. Не знаю, на самом деле, с чем связан такой Душилово, правда, не знаю, это не моего разряда дела. Мне, по крайней мере, ответ на этот вопрос никто не дал. Разбираются руны, две руны со стороны топа для Evil Genius, а на боте совсем пингвины сами разберутся. Такое романтичное название, летающие пингвины, это как, не знаю, Летающий киви, можно было назвать, было бы еще романтичнее. Качество нельзя поменять. Качество нельзя поменять из-за того, что партнерки на канале нету, и, к сожалению, это никак не фиксится. Я просто как человек, у которого тоже не так давно не было партнерки на канале, знаю, что это проблема существенная, и очень многие от этого страдают. Говорят, что если у тебя большое количество зрителей... Ой-ой-ой, эсфо, эсфо-то сейчас погибнет. Слушай, а задушили-то его? Тут даже синий, мне кажется, и не пытался сюда перетянуться, то есть они планируют оставить против треплы соло-кентавра. И да, улетает отсюда Тускар, видимо, будет соло на соло линия, а здесь треплан на треплу, правда. Посмотрим, что может сделать Тускар в такого рода трепле, но нужна будет помощь, потому что два очень душных персонажа будет Артизе помогать, и нужна будет перетяжка. Он может, в крайнем случае, подсейвить, в случае чего, когда появится Сноубол, пока есть шарды. Кстати, необычная раскачка, обычно на первом уровне Тим Тек качают, Тек Тим, точнее, и с ним уже начинают работать, но пока вижу только шарды. Но, возможно, это просто был план для первой крови, то есть ради вот этого плана и качались шарды, но благодаря им он сейчас просто будет немного бесполезен на линии. Придется стилить экспу, а на трипл-линии это будет очень долго происходить, даже вот поднятие второго уровня. Ну и пока вот так вот. Да, так вот, говорили, что если большое количество зрителей на канале, то все равно качество тебя будет выбираться, но на деле нет. Это рандом. В один день ты запустил на канале без партнерки, у тебя качество можно менять, а на другой нет. Твич использует такое где-то, наверное, с лета или даже с осени этого года. Арсиди? Тускар? Да, Тускару тут и забьют как раз. Но вот он еще лишился времени на получение второго уровня. Но благодаря этому, наконец-то, хотя бы Фантомка с Даззлом второй уровень апнут. С где-то сентября или августа предыдущего года, то есть, вы понимаете, с последней осени они решили это использовать для того, чтобы экономить, я так понимаю, просто... Ну не то, чтобы экономить, а нагрузку на Твич несколько ослабить, на сервера тоже. Потому что из-за перегрузки серверов иногда бывало такое, что ты трансляцию не мог поднять, и лаги были жуткие, и проблема была не в тебе, а вот именно в сервере. Тускар? Арсиди, хорошо, сейчас с Эволончем прошлись, и можно попробовать забрать двоих, но подсевить уже смог в этот раз Туск с Сноуболом, который только вкачал, и поэтому Этерн-Ненви отошел подальше, а Туск чудом выжил. Фантомка пока должна отъедаться, но видим то, что регеном она только сейчас обросла, только сейчас съела танго, но ее и напоили флаской. Даззл в службе выделился, и теперь можно продолжать драться. Но видим то, что ЕГЭ очень сильно душит эту линию, то есть они вообще не дают фантомке фармить 8 крипов против 11-ю Арсиди. Ну ладно, Арсиди тоже не впечатляет цифрой на деле, но у нее хотя бы убийство есть. Крит. Туск 2 единицы скиллпойнтов вкачано уже, смотрели на это, но долго-долго, у нее даже дегтим будет очень долго появляться. Это, конечно, для него большая потеря, Тускар очень хорошо за счет этой способности поначалу может на противника давить, а здесь это была вынужденная мера. Если бы он не вкачал Сноубол, он был бы бесполезен просто как факт на линии, а тут он хотя бы спас их от смерти. Видим то, что на миде все более-менее ровно. Ласхитит крипов и Сумаил, и Гуннар. Практически одинаково, да, есть разница сейчас на 5 крипов, но это, как правило, если что, может за Сноуболиться. Правда, как и в плохую сторону для пака, так и все-таки в сторону равенства. Так что пока судить рано. Посмотрим где-то крипов через 10. Крит 2 уровень. Аркварден уже скоро 3 поднимет вместе с Гримстроком, но то же самое касается, я думаю, Дазла. У него в каким-то, я не знаю, магическим образом оказалось больше экспы, чем у Этернал Энви. Видимо, он не отступил, не испугался врага, когда Этернал Энви решил отойти, и поэтому лишнее экспа не досталось где-то. Но и убийство ему досталось, а Энви даже не участвовал в каком-то из фрагов. То есть, видимо, экспа все-таки с этого пролетела. Крит. Подбивает немного, урончик так проходит, но опять уже становится слишком душно на этой линии для Артизии. Есть 3 человека, и никто не может сделать отвод, потому что не всегда и вообще по жизни получается отвод сделать с сложной линии. Артизия отходит назад, сейчас будет бороться за руны. Ставятся хорошие шарды, крита перекрыли, и здесь, видимо, будет все-таки Фри забирать руну, хотя попытался, у него получилось это сделать, несмотря на Эваленч, он должен погибать за такую наглость, и это, кстати, между прочим, для Пингвинов С4 забранная руна, ни одну не смогли забрать Evil Geniuses, и это, по крайней мере, как-то выравнивает экономику для команды ЕГЭ. Сумаил, шестой скоро будет, пока с уровнем немного хуже, да и мы видим то, что разница по крипам, но все-таки чуть-чуть выросла. Да, по-прежнему разница еще переворачиваемая, то... Так, к сожалению, я отвечать на вопросы могу с дилейм в 5 минут, из-за того, что задержка на канале стоит, поэтому на вопросы про качество я буду отвечать прямо в чате, благодаря все-таки отсутствию партнерки такое не получается сделать. Да, и, к сожалению, не у всех получается тянуть трассляцию в 1080, и большая дилемма все время возникает, ставить качество пониже на канале, или оставлять все как есть, и, как правило, все-таки все склоняется к тому, что говорят, что лучше уж смотреть меньшим людям, но в лучшем качестве, чем всем смотреть в очень фиговом качестве, хотя 720 на самом деле не сильно отличается, то есть, если смотреть не с телевизора, смотрится приятно. Снейкинг. Крит минус половина хп, а Этерн Лэнви так-то уже поднял второй уровень даггера, поэтому хорошо его замедлил, а тут Флай попытался немного помочь, но в итоге словил на 2-3 хп, Сумаил сюда подходит, как раз ультимейт от Кентавра подъехал, но он-то в соло стоит, у него экспы с глаза, и ничего не смог сделать ОД на линии. Сейчас Этерн Лэнви, возможно, заберут, Артизи достается фраг, Снейкинг тоже ему будет больно, с разменом на Крита пошел, но можно его забрать, попробовать Артизи, у него закончилась хаста, поэтому отходит он назад, но все равно погибает от Астрала этот персонаж, и у Снейкинга уже успела наработаться серия убийств каким-то образом, за этот файт, видимо, и все закончилось смертью двух персонажей на этой линии. В какой-то момент Ускар, видимо, отошел на мид, не знаю в какой, и он здесь будет ждать Сумаила, я так понимаю, хотя Сумаил только-только пришел с топа, но, видимо, был заметен телепорт, хотя Вижена на хайграунде у противника нет. Вот, опа, хотел сделать телепорт, не получилось, опять забрали Тини, но на этот раз внизу. А, он тут почти в соло стоял, Кентавр как-то не высунулся. Попытается выбраться на ОД, но пока урона очень много прошло под Туску, Туску можно попробовать забрать, разменяться с ним хп, а как же много он получает урона, еще одна тычка, это минус, Гоннар, у него через 3 секунды будет или же орк, можно попробовать закинуть, заебедил Сайленс Пак, и Флай попытается задержать его просто хотя бы станом, ну, Инксвелл вышел мимо, и можно просто пойти, Шрайн, нет, Шрайна нельзя попить, оба Шрайна уже выпита, так что придется Смайлу либо терпеть, либо регениться как-то так. У него есть 4 регена в секунду, но это явно маловато, чтобы затерпеть. Это вторая карта, в принципе, это написано наверху, около счета, СП погибает от самих усилий 3-х человек, и Смейкинг опять зарабатывает золото. Да, он здесь на самом деле, помню, что играл уже в Вичи Гейминг, Джереми Шторм, когда еще в этой команде был Резолюшн, и там он был на третьей позиции, а здесь, вероятно, он саппорт. Хотя, ну, как правило, саппортов очень редко получается найти в хай-ммр пространстве, в любом регионе, поэтому часто те, кто играл из про на какой-то корр роли, они могут пересесть на саппорта, ну, или просто какой-то хай-ммр игрок, пытается научиться играть на саппорте ради команды. Ну, а тут Даззл. На самом деле, по количеству своих убийств, он может уже выйти по деньгам в какой-то момент на третью позицию, но пока не очень ясно. Пока ясно только то, что Смейл очень много урона получил, Снэйкинг не имел маны на то, чтобы нажать wave, и ему magic stick не давали эту возможность. Мало заряда, всего лишь 6. СФО. Увидел его Снэйкинг на варде, но просто поставил вард и отошел. СФО. Ну, пак. Седьмой уровень. СФО восьмой. У Дэ уже есть три нулика, и будет форс собираться, я так понимаю, так что он еще какое-то время на фарм потратит. После форса у него будет уже чуть-чуть побольше интеллекта для того, чтобы подраться. Можно, кстати, по нетфросам уже посмотреть, что происходит. И мы видим то, что есть у Дарксира 4600 на первом месте находится, он все-таки и кентавра на своей линии убивал, и фармил свободно, но на втором месте логичный кентавр. Когда дело касается двух соло-хардов, стоящих друг против друга, очень часто бывает такое, что они самые первые по фарму находятся в первые минут 10-15, ну, а потом уже начинают фармить. Кэрри не выходит на первую позицию. Да, баба полуигры фармит, к сожалению. Фуд фармит, комментирует. Я могла спросить, что за человек смотрит, но я боюсь, что ты обидишься. Я не обижусь, я стойкий человек к обиду. Особенно глупым оскорблением. Так получилось, к сожалению, то, что не уведомили организаторы об изменении расписания, и игра началась на час раньше, чем этого ожидали на русскоязычной трансляции. Ну, так получилось, к сожалению. У каждых организаторов свои причуды, и у этого конкретно такие. мы попытались ворваться из Суны Спасибл. Я даже успела, Люмисит успела в лобби сесть, команда форвардов. Я в лобби не успела, но когда я зашла в ДОТО ТВ, там была только первая минута карты, минус первая минута, ну, то есть, когда она только запустилась, и начинают игроки подходить к рунам. Но у меня там немного не получилось сразу захостить, там и картинки не было, чтобы поставить, и не настроен был канал, и я думала сейчас это по-быстрому настроить и смотреть через ДОТО ТВ, но потом решила этого не делать, потому что это могло закончиться тем, что я пропустила бы лобби второй игры. Тут очень большая задержка в пять минут, и, соответственно, я бы в лобби смотрела игру на пять минут дольше, чем она есть на самом деле, и следующее лобби могло бы стартовать также без меня. И это было бы уже обидно. Хотя, по сути, разницы особо нет смотреть из ДОТО ТВ без задержки или с задержкой на стриме, но без задержки в самой игре. Поэтому можно было бы и дальше продолжать смотреть через ДОТО ТВ. Аркварден выходит в Мидас потихоньку. У него уже есть, по крайней мере, треть суммы собранная. Будет работать через не самую уже популярную схему для Арквардена. Почему-то в последнее время отказались от Мидаса, хотя раньше это была, наверное, самая популярная стратегия. Что можно сказать по поводу Арка? У него же даже деньги появились. Надо же. Вот я только смотрела, у него был. Наверное, на Иллюзию смотрела там и не то могло показаться. Этерн Ленви будет шестой уровень получать, наконец-то. И, возможно, есть смысл поучаствовать в драках команды. Уже начали пушить, ты одинушка снесена с этой стороны, и поэтому ожидать придется, наверное, чего-то другого. Флай. Лелис. Начали его сбивать. Погибает первым Гримстроук, но он уже успел открыть свои способности, какие мог. И погибает вместе с этим еще и Пак. Причем, это было удивительно. У него была Иллюзри Орб, но его очень хорошо Крит зафокусил. Несмотря на то, что он стоял в трипле, у него вроде как должен был быть небольшой перекос в невыгодную ему сторону по Экспе, но на деле он седьмой уровень успел лапнуть, и это для него хорошо. Вероятно, книжку купил на десятой минуте и немного пофармил в лесу. Других причин не вижу. Фантомка шестой подняла. У нее все очень плохо двигается по золоту. Видим то, что она в два раза отстает от того, что... Ну ладно, не в два, поменьше, конечно, от того, что успели нафармить первую позицию в строчках Нетворса. Ну да, пока единственный богатый человек из Флэмпингвина это Дарксир. У него будет десятый, у него уже есть Доминатор, возможно выйдет в Бриспсы какие-нибудь, но пока он просто фармит лес и достает отсюда каких-то крипов. И сейчас это будет Кентавр, с которым можно какой-нибудь файт развязать. Есть рядом Дазл, прилетел на линию, и также Пак может попробовать что-то придумать. У него есть Дрим Койл, поэтому можно влететь и попытаться завязать файт. С4, есть, закрыли Дрим Койлом, также есть Шарды, поэтому ему отступить особо некуда, получает Салинс, и все это только на половину КВ его отняло. И да, пока подтягиваться никто защищать его даже не пытался. Зато на топе нашли Этернал Энви, подставляется под Эваланч, есть Стос, его возвращает к крипам, и можно кинуть в него дерево, также пытается тачковаться Артити, но он может просто до него не дотянуться, у Крит Эваланч только через 5 секунд. Опа, поставили. Призрака и забрали. Это минус Т. Два вышка должна быть. Правда, иллюзия уже закончилась, но тем не менее, два хороших персонажа для этого живы, но они, судя по всему, не собираются драться, отходят назад. На своих вардах видят около шрайна загулявших персонажей, здесь есть и Лелис, здесь находится Тускар, с Туском вместе можно попробовать. Нет, они, видимо, просто по фарме сюда подошли, не очень ясно, почему они конкретно решили во вражеский лес уйти, но с одной стороны, они могли бы поберечь фарм, и, видимо, делают это для всяких паков и фантомов в своем лесу, с другой стороны, очень сильно рисковали жизнью, варда не ставили в этом месте, но, в общем, не очень конкретно задача их в этом лесу, но они уже оттуда выбрались, благо живые и здоровые, там что-то пофармили, по-прежнему кентавр бегает от Дарксира, и Лелис, крит, вдвоем могут встретить не очень приятную для себя компанию, попалились на вардах, да, тут был сентри, они должны были его видеть, опять зашел, опять показался, вот прям он дразнит зрение своих противников, но он ждет кого-то на своем варде, здесь никто не показывается, пак 9 уровень, крит, крит, крит 8, артизи тоже 8, но у него благодаря медасу очень быстро поднимается уровень нетворса, видим то, что он вырвался на первое место, и скоро будет мулштром типичный, возможно, даже сразу в мюльнир выйдет и будет на скорости атаки вывозить, но это много магического демеджа, особенно учитывая то, что это может получиться ранний мюльнир, нашли кентавра, кстати, интересно, почему его тут оставили, прям забыли, животное несчастное, и он погибает, продал кентавра, почему зря, Грейвиса действительно будет Дарксир собирать, но пока он нашел себе нового питомца, это оказывается, сволох, который прям на крыльях ночи лечит на полной скорости, действительно флай подцепили, его забирают через варлд спанч, который уже успел вкачать себе тускар, ну и пока пингвина, кстати, дали очень хороший отпор по сравнению с прошлой игрой, то есть на 15-й минуте в прошлый раз было 1006 преимущество, то теперь это преимущество нулевое, но действительно проблемой остается фантомка, которая как обузу в своей команде пока слишком плохо набирает золото, Сумаил дерется с паком, который использовал на него Дрим Койл, пока что с ХП очень большие проблемы, и действительно будет погибать, не получилось разменяться вообще никак и ни с кем, никто из союзников не поддержал, а здесь еще может быть проблема у кентавра, есть ультимейт от Флайя, но это ничем не поможет также его союзнику, и погибают уже трое из команды Вилджинюсуса, нападают на Флайя, и тоже его могут закрыть, поддамажил неплохо его Этернал Энви, это трипл килл для него, и отлично, как раз получилось камбак, тут немного золота, это 500 всего лишь, ну дешево обошлось, очень дешево, кстати интересно, что трипл килл, а убил он по сути действительно двоих, возможно кто-то успел еще подлететь какой-то момент, то на Фейтер Капе это не показалось, все-таки конкретно с ОД расправлялась не Фантомка, а погибала она от рук Пака, 5% к перезарядкам способности берет Арк Варден, единственный, наверное, возможный вариант, который ему стоит брать с его ультимейтом, пока Арк вообще фармит в недосягаемой для противников части карты, он видит то, что все они занимаются быстрым пушем, ну и действительно, Арк Варден пушит так, что лучше торопиться с таким вопросом, сфор, втроем собрались и отошли назад, Пак. Ну, наконец-то, забрали Т1 Тауэр на миде, еще остается Т1 вышка в боте, но пуш не раскрывается у ЕГЭ в этот раз, ну да, в прошлый раз был Ильишрак, который мог нападать Диаболиками и Артизе тоже, но в этот раз один Артизе, который решил собираться все-таки фармить подольше. И да, у него есть заявка на Миленир, Гиперстоун уже лежит в Квикбайе, возможно, куплен рецепт. Да, и он лежит в Курьере. Пак с Блинком, у него Юл Септер в планах, обычная сборка, ничего особенного. Грейвцы почти есть в Дарк Сиро, он уже собрал себе Меку, которая к нему ездит. Следующий файт будет уже более укрепленный для команды и не так-то просто будет УД расправиться с ними. Хотя вот в этот раз УД хорошо высыпили, он был один, он был вообще без поддержки команды и без возможности того, чтобы команда к нему стянулась, потому что далеко он от Т2-вышки на тот момент еще целый ушел. И был потрачен ультимейт, конечно, на него одного, но зато достаточно хватило Бёрста, чтобы с ним разобраться. Ну и тем более он уйти никуда из-под ультимейта не мог. Пак берет иллюзии, есть Биндаггер и переходит с иллюзиями просто на пустой боттл. Чуть было не забрали Тинни, не хватило немного везучести, чтобы выпадали криты почаще, но пока есть изолятор, по сути, можно с помощью команды убивать почаще. Флай просто улетает оттуда на телепорте и забирает при этом кентавра. Около Т2-вышки бывший, но непонятно, что конкретно здесь он забыл. Очень мало вижена на этой части карты и очень мало союзников ходит, поэтому забрать его могут сразу. А здесь Сумаил нашел. Этернал Энви забирает его и забирает его с 3-ка с 3-х убийств. Сумаил, 15-й уровень. А, раз это был с 3-ка с 3-х убийств, то, вероятно, на тот момент там был не 3-пл-кил, там что-то было написано троих подряд, но это, видимо, был с 3-х, с 3-х так написано, как-то я прочитала неправильно. 15-й уровень качается у Сумаила. Но он начал делать соло-фраги, причем он соло-забрал первую позицию вражескую, и это очень хорошо для него. Отвор Девавр накрыло его и покатился иллюзериор. Откидывается одним астралом Сумаил, но все равно слишком далеко от своих союзников, по крайней мере, как-то вялеко они к нему стягиваются и забирают просто его снова, и 300 золота с него забирает Гюнар. По-прежнему, это преимущество никакого не заявил Джениусус, ни за Афлайн Пингвин, просто потому, что ЕГЭ неплохо начали игру, а дальше начали делать какие-то заливочные моменты. И в итоге АЕГИС, возможно, достанется именно этому коллективу, но просканили их сейчас ЕГЭ и, вероятно, будет попытка отобрать. Хотя Аркварден вообще в другой части карты не пытается стянуться сюда даже своей иллюзией. Крит и Флай пытаются вдвоем что-то сделать. Варлд Спанч в итоге попадает по Гримстролу, забирает Рунку, забирает Рошана, я думаю, теперь уже точно и покупает книжку. СФО? Аршан? Заберется. АЕГИС? Полетел. Хорошо, Кентавра кинул на самом деле, но что-то, видимо, то ли не затаймил со Станом, то ли еще что-то, но не получилось. Пока СФО, хороший Дабл Эйш получился, Крит выходит вперед, на Рушпит, но был все это время под Сайленсом, только сейчас получается у него выбраться, но слишком мало ХП остается, Геннар с ним заканчивает, но самое главное, что погиб Торненви опять, но и забирает Саегис, тоже выбили его, поэтому Рошан ушел немного в пустую, Смайл начинает подбивать иллюзии, которые образовались здесь от Дарксира, расправился с ними, это минус, а, кстати, Смайл сам может погибнуть, есть по нему Сайленс, и Гримстрол пытался помочь, но ничего из этого не помогло, Геннар, опять есть Дримкуэл, подцепили Сфон, слишком жирная, наверное, для одного только Геннара, но Фли может попытаться с этим помочь, надо минус опять, как-то очень быстро расправляются, в этот раз погибает Пак, слишком сильно подставившись, но Артизи знает, конечно, как играть на чужих ошибках, Аркварден, кентавру жизнь спасли, хотелось бы посмотреть на полный файтерикап этого матча, и мы его видим, то, что в последнем бое три смерти было на две, и при этом все равно больше денег заработали, что интересно, хоть 60 золота, конечно, это мелочь, но заработали же, Фелис, Дарксир, с Гривсами, Тинни 11 уровень, Блинк, но мы видели, то, что не хватает ему какой-то выживаемости, нужна, конечно, Пайпа на команду, слишком много урона и от Дарксира, и от Пака вместе, но понадобится и защита от физического урона, которого тоже очень много, то есть, кто-то должен заняться этими аурами, и пока это делает кентавр, он уже взял себе худ лично, взял себе лично вангвард, и дальше у него Кринсон Гвард будет уже на команду, Гунар, подбивает его, Крит, Фелис попадается первый, очень быстро мог погибнуть, на него вешается Крест, поэтому он успевает раскастоваться, теперь можно и погибнуть, да, действительно, это минус, оказывается, Дарксир, пока что еще живет, при этом, да, недолго, правда, пожил Артизи, хотел уже про него сказать, но он слишком быстро стерся с карты, это минус 3, в размен на одного, только Хардленер, и теперь погибнет еще и четвертый, трипл килл для Этернал Энви, и это минус 4, Сумаил просто не участвовал в этой драке, поэтому он не погиб, но как-то раскатывать начали, здесь пингвины, и видно то, что чем дальше, тем больше Нетверса уже появляется у Фантомки, и получается догонять, разрывать дистанцию хотя бы со второй позиции Вилджиниусус, трудно догнать будет Артизи, но заметно то, что Нетверс ему пока выживаемости не добавил, слишком много у тебя оказывается демажа на какой-нибудь Фантомке, то есть один контроль банальный, и тебя начинают избивать, он берет себе рейндж-атаки, чтобы держаться как можно дальше от оппонентов, там это будет перерастать в пику, но на деле нужно еще БКБшку собрать, и какие-то статы еще, 1900 кп это явно не дело, 8 арморов всего лишь, поэтому, хоть персонаж и безумно сильный в плане количества демажа, который выдает с руки, но на деле выдает не так много, как хотелось бы, из-за того, что мало живет. когда не он нападает, когда не он инициирует события и диктует условия в файте, тогда уже начинаются проблемы, все-таки слишком много случается случайностей. В этот раз вроде как был поставлен купол на себя, то есть он стоял под собственной защитой, вроде как по нему должны были миссовать, но влетает просто Пак со своим магическим демажем, плевать он хотел на эти миссы. Пак будет делать аганим. Тоже стандартное решение этого патча. Как в принципе, сам Пак начал возвращаться в нету. Долго он в последнее время там не сидел. В какой-то момент его пикали, но попикали буквально месяц и забыли про него. А Фантомка собирает БКБ. Она уже будет в ближайший файт с 10-секундным иммунитетом к магии, и это поможет расправиться с ОД абсолютно... Без проблем. Все-таки Арбой он своей раньше мучил, теперь он точно уже не сможет с ней справиться пока что. Ему надо быть немного аккуратнее. Для этой аккуратности он собирает себе блинг, чтобы занимать ровно ту позицию в файте, которая ему была бы интересна. 15 тысяч золота для Арквардена. Пика есть, Ёльнир есть, два серьезных артефакта, и дальше я думаю, что БКБшка все-таки будет появляться. Много контроля, который его мучает, хотя и через контроль много всего, что его также мучает. Артизи. Подталкивает линию, но тем временем уже все собираются по миду из команды летающих пингвинов. Артизи. Иллюзии свои отпушивает. Пока хватает одного купола. Флая подцепили, Флая мгновенно забрали, он возвращается в файт, нажав байбэп, но пингвины этим довольны. Они нажали всего лишь буквально пару кнопок на персонажах, то есть потрачен был по сути только палец. Дримкоилда, конечно, жалко, но он скоро появится. Колдаун уже маленький. Плюс аганим будет, так что можно будет хоть на полкарты ставить. И Варду Спанч уже откатился. То есть, по сути, они могут снова заходить, перекрупироваться, но уже нету такого преимущества, как раньше в виде Аегиса, хотя с Аегисом они ничего не успели сделать, потому что его выбили сразу, как только его забрали. ЕГЭ. Попытаются совершить ответ на удары. Есть Вард, на Варде они увидят, как спалятся смоки. Влетает Крит, влетает в Снейкинга, вроде как удачно, но сильно его пробить не получилось. Сумаил просто попытался с Пиккилда забрать. Много демоджа влетело, но он остается жив. При этом Этернал Энви летает в Сумаилу. Сумаилу забирают одновенно. Это минус Сумаилу на 50 секунд. И как же много урона Артизи выдает под Юльниром. Фли может погибнуть. У Фли остается хп буквально на один удар, но он под крестом все это время, его не забирает никто. Он отходит назад. Лелиса лечит. Лелис отходит. Забирает при этом Даззл. Даззл немного подставился, мог бы и сам отходить назад и оставаться жив. Но при этом забирает уже четырех персонажей команды Evil Geniuses. Они проигрывают пингвином. Видимо, все-таки они прилетели над ними и показали свое пузо команде ЕГЭ. Потому что сейчас они могут уже пойти пушить. У них есть Фантомка с изолятором почти фуловая. У них есть все для того, чтобы заходить в минус пять. И, ну, как-то, видимо, ЕГЭ расслабились или что-то около того. Потому что иного повода, почему они решили эту игру проиграть, я не вижу. Хотя, вот, по сути, действительно, здесь не такие уж и слабые противники. Это Eternal Envy, опытный сборщик стаков. Это Снейкинг как один из в какой-то момент самых лучших хардленеров в Северной Америке. Правда, сейчас он хоть не на хардлене играет, но все же какой-то уровень показывает. То есть Eternal Envy и его команда смогли выбраться из очень тяжелой ситуации. Но сейчас они явно на коне. Сумаила опять закрывает, опять вырубает. Это 53 секунды минус. И очень быстро с ним разбираются. Вот эта 10-секундная БКБшка, которую Фантомка прожала и выиграла файт, она решила все. Не пробил ни Мельнир, который Аркварда нажимал и подали тычки с его молниями. Не то, что мог вообще в принципе сделать у Дэни решила. Но он даже ультимейт свой не откинул в файте. И как итог, очень быстро забранная Т3 вышка, но не добитый барак мечников, поэтому он будет регениться. Но, видимо, решили отступить пингвины и пойти забрать последнюю внешнюю вышку на топе. Ну да, после этого можно идти на Т3, можно уйти на Рошана. Вообще уже можно пойти, допустим, забрать Шрайна, после этого посмотреть, что по Рошану. А на Рошана прокнул опять очень тяжелый таймер. Слишком долго будет резаться. За 2 минуты они успеют эту игру закончить. При желании. Но пока не заходят так далеко, все-таки осторожничают. Святыня будет биться, я думаю. Нет причин ее здесь оставлять на этом месте. Все равно рано или поздно они на Рошана пойдут, и этот Шрайн уже не должен на тот момент стоять. Но они отходятся уже, саппорты отходят. Вижены здесь никакого за собой не поставили, поэтому не знают реагируют ли как-то противники на то, что они Шрайн бьют. И, видимо, и по этой причине тоже решили отступить. Сэндриват вражески видно, и вроде как даже Этернал Энви мимо него прошел, но почему-то забирать не стали. Обсервер как раз-таки мимо оказывается. Фли. Чекнул Рошана, его еще нет. Гульнар. В поддомке уже МКБ. Да, вроде как месовать разве что только под куполом можно. но лишним не помешает. Это дает больше простора для воображения в файте. Просто хотят убрать для себя всякие границы и условности на мотив вот таких вот попыток сейва себя. Но мы видели уже, как это работает. Это действительно огромное количество дэмэджа. И судя потому, что происходит с Аркварденом, он пережить такое не способен. Да, его забрали только два раза, но забирали в ключевых моментах матча, в ключевых моментах отдельных файтов. И с его смертью дефаться уже точно не получится. Хотя, по сути, даже если он остается жив и жив остается без, допустим, там, кентавра и крита, то один он выйти никуда не будет способен. По-прежнему остается проблема его тонкоты. 2300 хп, 8 армора, и он не стал собирать себе ни БКБшки, ни какой НИП чего-либо в таком роде. Видимо, то, что фантомка гораздо бронированнее, хоть хп у нее и поменьше, но у нее имеются просто лютые месы. Но Аркварден тоже на них нашел управу. Он себе уже МКБшку собрал. И с МКБшкой будет продолжать драться. Отходят назад. Сейчас будут опять принимать врагов на миде. А примут ли? Просто не обращать внимания, как две тележки бьют у них казарму. Ну, ладно, все-таки. Одна казарма чуть-чуть лоббита, которая магов. И это уже не возобновится. А наверху идет огромная пачка крипов с двумя тележками, с тремя ранжевиками. И это все будет идти на Т3 вышку противника. И надо это, наверное, как-то дефать. Но перед этим нужно почекать Рошана. Хотя, возможно, они уже в курсе, что есть Рошан. В любом случае, максимальный таймер, я думаю, что уже прошел. Там две минуты где-то прокнуло. И минута с его появления уже должна была пройти. И да, заходят ранжевики, заходят там еще пачка миличников сзади. Хорошо потолкнули линию, поэтому она должна гореть. Две тележки пока работают, то забирают Рошана. Решили вообще не обращать внимания на эту Т3. Но она такими темпами может и сама сгореть. Хотя, судя по тому, что здесь подключились крипы. Так, есть еще глиф. Ну, я думаю, что силу света тоже можно глиф нажать. Тережки надо беречь. Тережки это святое. Все-таки пока еще ничего не нажимает, просто забирают Айегис, достается наверное какому-нибудь Дарксиру. Я думала, что все-таки Паку отдадут, но нет, это был Дарксир. Погибает Тережка и они просто справились с двумя-третьими Давора и остается все в не самом выгодном положении. Так, Сумаил словил Даггер. Фантомка даже прыгнула на него, но бонус уже к скорости атаки закончился. Тем не менее, три персонажа его окружили и четвертый покатился в Сноубол и врезался в него и Сумаил отправился опять в таверну. 60 секунд, байбэк есть, но смерть очень неприятная. Здесь придется отпушивать и никто этим до сих пор не занялся. Гримстрог пошел пушить дальше, встречает своих крипов и хочет это сделать поближе к своей стороне. Крит погибает, но крит-то уже без размена и вот как раз такие смерти по одному очень губят вообще любую попытку дефа от ЕГЭ. А ведь это топ-3 интернешнала, но уже они не топом 3 интернешнала в последнее время прославились, а топом 3 на мажоре. Ну да, конечно, на ИТе то же самое было, но мажор также закрепил их результаты, их почетное звание вечного топ-3 и здесь, видимо, на квалификации они также будут играть 3 карты, видимо, в честь этой традиции. Пока только 3000 перевеса есть, но все-таки начинают очень сильно огрызаться мигмины и в каждый файт по сути выигрывают, забирают иллюзию. Прокатилась Арбани и никуда он прыгать не стал. Очень-очень лоу казарма мечников. Неужели они опять не будут ее добивать? Ну, я думаю, что они просто подожгут пачку крипов. Она издалека идет, но ее можно встретить. Прошел прочекать руну. Гуннар ничего не нашел. Зачем-то прочекал Рошпит, хотя, возможно, он просто хотел пойти на топ крипов отпушить, и это был кратчайший путь. Да, они просто отступают. Они отступили, будут пережидать, будут халдить, будут что-то собирать, регениться, и после этого возвращаться с свежими силами. Дарксир, 18 уровень, будет блинк кастовать. Ну, как-то здесь интересно. Он собрал, конечно, магический урон задоджил, по сути, а здесь из магии особо ничего нету. Очень много урона наносит туда именно стычек, и это чистые уроны, и там пайпа уже не так поможет. Есть грифсы, которые помогут, и ничего по поводу физики нет, хотя Аркварда тоже настукивает серьезно. Но можно фитовать молнии от Мельнира, это тоже хорошо. Это нужный расклад. Фантомка все-таки решил идти со своей командой снова в атаку. Есть вероятность, что им зайду в спину с хайграунда, и это никто не увидит, но правил линию Гримстроук здесь. Не знаю, на что конкретно он рассчитывал, но, видимо, он боится, что по этой линии будут заходить летающие пингвины. Но пока никто никуда не заходил, Eternal Envy Pro просто видимо просмотрел вокруг, что происходит под Суржем, пока находился. Никого не нашел и все же решили забрать шрайны, так понимаю. Ну, не прошло и года, наконец-то. Да, под дезолятором Envy довольно быстро его пилит. Наверху при этом Крит толкает линию опять. Сотревышкой, видимо, с такой расторопностью от флая пингвинов можно и распрощаться. Ну, пока распрощались только со своим шрайном Evil Geniuses. Крита они точно должны были видеть. Сумаил Дазлси на Сторвинь. Снэкинг Eternal Envy пока продолжает фармить. Хочет сделать себе Сатаник, но до этого еще довольно долго. Есть деньги на Ривер, есть деньги на Клеймор, но нужно дофармить еще Мормит Маску и принести все это. И, видимо, они хотят реализовывать Эрегис только уже с собранным от Жора, но на деле скорее всего уже закончится Эрегис к тому моменту. Ну да, я думаю, что они просто оставят его безразменно. 36 секунд они даже выйти никуда не успеют. 25 тысяч золота есть у Арквардена, он впереди вообще планеты всей, и если бы не его Медаса, я думаю, что у Пингвина было бы гораздо большее преимущество. 8 тысяч золота, 21 уровень, и, видимо, будет Хекс собирать. Ну, невидимо, вполне очевидно, но оставляет себе еще на Байбека, кстати, вот поверх Байбека ему нужно еще не так много нафармить. Лелис. А Курьера подрезала, в Курьере была часть Хекса, а вот это вот уже провал. Да, возможно, даже, я думаю, он может решиться зафармить новый Войстоун, прежде чем ждать старый. Все-таки, скорее всего, трех минут их не будет. Хотя, прихолдили всего Рошана своего летающие пингвины, уже минус Аегис, сыр там где-то остается лежать, Дарксирование использовал. Возможно, положит сырок просто к Энве, но, скорее всего, он займет этот слот сатаником, и дальше будет уже стики менять на новый Аегис. На новый Аегис. И до этого нового Аегиса еще ждать и ждать три минуты основного времени, после этого еще дополнительно опять может минуты на две с половиной брокнуть, и все это время будет фармить потихоньку Аркварден, что-нибудь там вынесет себе ОД, но разница, конечно, даже между ОД и Аркварденом в два раза по Нетворцу, это очень существенная цифра, особенно на 37-й минуте. Но эта карта, конечно, гораздо более интригующая, чем прошлая. Лично я, увидя эти команды, ожидала какой-то легкий 2-0 для ЕГЭ, но они подраслабились, просто явно подраслабились. Качество нельзя поменять, к сожалению, из-за того, что на канале нет партнерки. Так решили Dream League. Я не знаю, почему они решили не делать, не мощнить себе партнерку, хотя для них это, по сути, буквально одно письмо отвечу, но это их решение, и все, и с этим ничего нельзя сделать. И, к сожалению, когда отсутствует партнерка, то качество либо можно менять рандомно на каких-то стримах, либо нельзя, это зависит от подруга. До этого мне везло, и на прошлых стримах на Азии два дня подряд у меня запускали стримы, где можно было менять качество. Здесь, к сожалению, не повезло. Ну, печально, конечно, но, увы, только так. Возможно, можете подключиться к множеству тех людей, которые любят включать только звук, а после этого постоянно спрашивать, кто какую карту вин, где какой счет, и прочее. Очень часто так делают. Ну, ладно, в общем, карта пока идет. Крита успели забрать вон-рестницу, абсолютно простили это. Флайн Пингвины, и они просто сбавили темп, они вообще перестали двигаться. Все, что они делают, пока это фармливают все, что находится рядом с хайграундом противника. По сути, пытаются сжимать противника на этом хайграунде, но Evil Geniuses решили выбраться в пятером. Забирают в ближайшем лесу крипов, отпушивают линию. Видимо, просто так и будут отходить, чтобы пушить с разных сторон от своего хайграунда подальше, просто чтобы в случае чего в одиночку не подставиться, как сейчас подставлялись. И это шанс на то, чтобы задефать линии, все-таки у них пока все целое. Да, нету одной этой тревышки, но бараки тут стоят. Поэтому, я думаю, что если соберутся, то в какой-то момент будет таким темпом и смогут дать. Просто есть фарм, идущий к ним на базу, есть какие-то деньги, есть противники, которые не пытаются на них агрессивно как-то сыграть. Прошлаегис пропала, но по сути он пропал за даром. Не знаю, что конкретно им помешало в тот момент поступить немного активнее, но они решили сейчас пойти в бой. Ага, просто потому, что они увидели, что их гунар попался, есть Дримкуэлл, по одному только персонажу попал. Странно получилось, интересно, конечно. И не доехал еще и гем. Но с гемом-то ладно, тут он не особо сильно впечатлит. А вот Снейкинга можно забрать. Снейкинг вешает на себя крест, теперь без креста остаются союзники. Фли, влетел очень далеко, но Артизи погибает только его иллюзия. Он остается без иллюзии. Назад отходит команда. Но уже погибли, конечно, два человека у ЕГЭ, сейчас может погибнуть еще и Кентавр, но он уже успел улететь на базу через телепорт. Просто слишком заагрессировали, скорее всего. Тени. Но его тоже заберут, это будет минус три уже. Сумаил разваливается, он ничего не может сделать, он делает хекс. То есть, БКБшки какой-то он покупать не думает, но, по сути, в этом смысла может быть не так много, потому что большую часть урона наносит Фантомка. То есть, можно посмотреть сводку и увидеть то, что 6 тысяч от Фантомки, остальных не так много на ее фоне. Этерн Ленви потратил очень много ХП. Бойбеки нажали все, кто умер, и это, наверное, та цель, которую можно добиться и на этом оставить куш-хайграунда, если только все выживут. Но не выживает ПАК, который на 120 секунд отправляется в таверну. Лелис отходит назад, пытается замочить деревья, как у него получилось это сделать. Его не нашел Крит, уже нахуй, сломал деревья, ведь пикой, и получилось сделать такой интересный ход. Хотя это была не пика ОД, это был личный от Тинни Форстав, еще один собранный в команде. И 1000 золота проиграна, хотя в минусе остались и Вилджиниусы, которые байбекались. Почему-то интересно, что здесь отобразилось потерянное золото, но они отобразились сами цифры байбеков. Там причем 81 золота было потеряно Гримстроком. Я не думаю, что у него байбек столько стоил, но там я думаю, что заработал что-то на ассистах, и разница сумерилась все равно в небольшой минус. Но есть два героя, погибших на 2 минуты, сейчас уже остаются минуты, Снейкинга можно тоже выцепить, он находится под Сайленсом, поэтому не успеет даже крест на себя повесить. Это минус еще. Человек. Но это все стоило трех байбеков, стоит напомнить. И судя по тому, как часто в файтах погибали Evil Geniuses, разваливаясь по частям, тут, кстати, еще флии смогли вырезать. Вот сейчас получается просто разделять команду, но сейчас не получилось защитить своего Гримстрока. Eternal Envy врывается через БКБ, забирает саппорта, ворвется, скорее всего, теперь уже на крит, это минус второй саппорт, который также прожал байбека, он не сможет вернуться больше в файт. 300 золота с него заработали, и самое главное, заработали шанс забрать третьего Рошана, Сыр, Аегис и Рефрешер Шарты. Я думаю, что Рефрешер останется ну, либо Дарк Сиру, либо Дазлу. Фуд Дазлу, господи. Либо Паку. Но Пак еще долго резаться будет, хотя уже отошли от Рошана, уже встретили небольшое сопротивление. Либо побаиваются, либо решили просто поагрессивнее зайти на хайграунд. Крит уже своей иллюзией. Артизи. Это не Крит был, это просто с... А, да, это Крит такой вылетел, действительно. Доедалс у него есть. Больно, очень больно бьет, но не хватает одного Роквардена в этой игре. Просто вот какого-то жира впереди не хватает. Очень несостоятельно выглядит один кентавр, у него 2600 хп, это все хорошо, но он просто не ощущается в драке. Его не фокусят. Фокусят в первую очередь Сумаил, а Сумаил, хоть он и плотный, но под Фантомкой разваливается, когда она его фокусит. Дрим Куэл. Начинает цеплять, порвал Дрим Куэл, и сейчас его просто зацепят и заберут без байбека 115 секунд, а я думаю, что это ДД. Одного героя уже точно не будет до конца игры. Артизи тоже зацепили, тоже смели просто. Одним критом Эспо должен погибать, Эспо уже погибнет и тоже нажмет байбек. И это были два последних байбека в команде. Ну, я думаю, что просто посмотреть, где у кого когда затерялся байбек, можно. У Тускара просто денег нет, но Силысьма нас не интересует. У всех остальных таймеры, причем таймер очень долгий, по 4 минуты, 7 минут у Артизи, который только нас ждал. Артизи. Иллюзия его начинает ломать лица. Лелис очень хорошо пробил. Криты неплохие, вылетают с Деидалуса, но Лелис остается все равно в живых, а у Артизи иллюзия до сих пор бежит. Она сейчас уже закончится, и поэтому не получится никого просто с собой забрать. Очень хорошо пробил. Сыр лежит на полу, они просто бросили сыр, поднимается. Все-таки рефрешер у Дарксира лежит. Но, слушайте, пока халдят. То есть у них, да, потеряна сторона, но это не так страшно. Теряется вторая сторона. Есть еще один ультимейт у Аркбардена. Теперь он запускает очередную свою иллюзию, чтобы подраться с противниками, но как-то в далековатом кубол поставил, конечно, свой казарма. Мечников тоже будет забираться. Так, иллюзия. Опять фуллстаф, 0 опять повесили на нее Хекс, но слишком много урона прилипетело с Майорнирой, и Этернал Энни сейчас вынужден, видимо, терять Айеги. Спрыгает просто в гущу событий, откидается сатаник, он становится фулловой, и да, Гунар здесь, видимо, погибнет после того, как рез закончится, но успевает улететь на иллюзоре Орби, поэтому остается в живых, отходит назад, это минус 4, и последний, Аркварден, остается жив. У него уже нет байбэка, у него уже нет способностей, которые он может закинуть туда. Еще одну иллюзию, разве что отправить, но иллюзия никого не забирает. Они очень хорошо друг друга сейвят, одного там Форстафну, другого на кресте вытащат, то есть много того, что могут выдать пингвины, просто не перебивают Эвил Джиниусу. Через секунду появится Сумаил, по-прежней стороне стоит, Энви попался, Артизио пробивает, опять прижимается сатаник, опять отхилился, еще немного побил крипов, чтобы отхилиться окончательно, и через сатаник пробить, ну, явно не выходит. И настало время, наверное, выходить сюда снова Арквардену с Сумаилом, но побаиваются немного. Пингвины стоят все позади, пока Этернал Энви готов торговать лесом. На него есть Агейгас, поэтому бояться абсолютно нечего. Бот очень хорошо отпушен, здесь крипы далеко, поэтому беспокоить он не будет. Сумаил, Фли, влетает на него, очень много урона успел получить, опять из Дримкоил зацепили Артизи, Артизи находится со своей иллюзией в очень опасном положении, но иллюзия-то ладно, бог с ним, она даже пропадет, скорее всего, очень быстро, и не успеет ее забрать. Хотя ее не пытались забрать, ее просто оставили в покое. Да, Артизи держится все время на безопасном расстоянии и торгует лесом только его иллюзия. И 24 тысячи преимуществ у пингвинов есть, но они просто не могут зайти и сломать трон. Им как будто какой-то стали не хватает внутри, чтобы зайти и сломать наконец-таки. Все-таки у них Аегис по-прежнему есть. Второй Аегис у них пропал без дела. Он так и прохолдил пять минут с ним, и никакой реализации не было. Сыр у них, ну хотя бы один из сыров, я думаю, что уже должны были съесть, но все по всему были съедены оба. Гюнар. Да, к сожалению, еще раз скажу всем, кто подходит снова и спрашивает. Нельзя менять качество, и это вопрос к организатору турнира из-за того, что нет партнерки на канале. Думаю, это проблема и главная боль многих начинающих стримеров. Вообще не ясно, как начинающие стримеры могут подниматься, когда ты даже не можешь обеспечить такое качество трансляции, которое могут смотреть любые желающие. У тебя просто априори уже аудитория сужается. Так, пингвины пошли в этот раз на пролом. Укрита тайгер, я думаю, что он будет готов лететь, как только завидит жертву. Гюнар отлетел назад на блинке, шиву прожал, но это шивы как-то такое ощущение, что он из перепуга нажал, он никого даже не пытался задеть, такое ощущение. Влетает сюда СФО, как-то пробежался очень робко по своему собственному хайграунду, туда-сюда-обратно и в итоге вернулся уже без стампида на хайграунд, потерял половину хп от нападения фантомки, фантомка прожимает БКБ и набрасывается добивать СФО у него, байбека по-прежнему нету, поэтому он погибнет с концами, но он не погибает, его подсеверили, очень хорошо получилось это сделать, Гюнар зато погибнет и он живет, по-прежнему только сейчас погибает. Да, много времени потратили, там какой-то фурстав был интересный из-под ТОСа, поэтому его жизнь продлилась на какую-то секунду. Забирает его, зарабатывает с него 500 золота Сумаил, и у Сумаила уже через 30 секунд будет байбек, то же самое касается и Гримстроукой, и Крита, поэтому я думаю, что это будет уже новая волна дефа хайграунда, и все, и эта война, видимо, будет бесконечна, 48-ая минута, фантомка уже без Аегиса, и Супер Башер есть, казалось бы, что еще нужно, рефрешер Шарт Е ставили, не очень понятно для чего пока, но он лежит в нее, видимо, два раза блинканутся, скорее всего, там 5 секунд кулдауна, но, видимо, решили, что лучше никакого кулдауна, чем 5 секунд, или закинуть 6 даггеров, допустим, там уже талант на 3 даггера вкачан, которые вкачивают всегда, но есть какой-то в этом смысл, с учетом того, что криты могут и выпасть с этой способности, и если из 6 даггеров выпадет хотя бы 2 крита, это будет очень круто, особенно, если это выпадет по саппортам, и вилл джинниусос, готова обойти противников, на Т2 вышку, наверное, заходить было бы слишком нагло, хотя иллюзия может себе позволить, Сумаил по-прежнему без БКБ, такое ощущение, что он челлендж решил себе устроить, просто не покупать БКБ ни при каких обстоятельствах, хотя сейчас это уже и не поможет, если на него прыгнуть супер башером, то фантомка только посмеется над БКБшкой, но уже там и скорость атаки такая, что может позволить ей наплевать на все обстоятельства, просто криты будут выпадать чаще, чем Турдивауэр успеет сказать хотя бы слово по БКБ, да, урон огромный, конечно, с даггеров, но пока мы не видели воочию, как это будет выглядеть, в какой момент он даст эти шесть даггеров и будет рефрешер собирать, видимо, действительно ради даггеров или, я не знаю, есть ли смысл это делать ради Блюра, но возможно есть, все-таки это, наверное, самая большая по кулдауну способность у фантомки, но мысль отчаянная, конечно, но это, конечно, такой предмет, который будет всегда лежать в бэкпэке, нажиматься раз в огромный кулдаун и после этого опять лежать в бэкпэке, но интересный сам вообще посыл такого решения, то есть это ни жир, ни демош, ни что-то еще там, ни бабочка дополнительная, это просто рефрешер, такое решить могут только Этернал Энви так, так, Этернал Энви получил по голове, сейчас посмотрим, как будет работать его рефрешер, пока отходит назад, есть Хекс по нему, живет, держится, есть Саленс, заканчивается ультимейт наконец-то в Гримстрову, Бьюнару очень не повезло, он погибает под ультимейтом от Сумаила, выкупается, возвращается обратно, и Эспо при этом терпит весь накал страстей, он находится по-прежнему под Водмел, он только сейчас начинает его бить, он погибать должен сейчас, и у него нету байбэка, он просто через 7 секунд мог бы появиться, но он не оставил денег на это, погибает также Сумаил, он тоже не оставил денег на байбэк, у него 600 золота не хватает, из-за этого Госс Септер, который он собрал, это 3 человека, погибшие без байбэка и выкупившие Гримстрок, ну, у Аквардена есть байбэк, да, и что дальше, вот, ну, неясно, как может быть такое, то, что та карта закончилась за 20 минут, и там тысячу раз ошибались, Evil Geniuses, но они выиграли вообще без проблем, потому что противники, ну, ничего не могли сделать даже с этими ошибками, и сейчас еще пнули куда подальше Варлос Панчем Артизи, еще он изобьется всех со своей иллюзией, все отходят назад, но Этернал Энви держится на мужика, забирает второй байбэк, господи, барак, и байбэк тоже, в принципе, забирается у Артизи, он просто закупил себе что-то напоследок, и у него не осталось денег, Хекс, что ли? Нет, Хекс у него давно был, что-то он купил себе в последний, у него на байбэк 2000 не хватало, хотя до этого было, я не знаю, что сказать, карта какая-то максимально рофельная получилась, вот иначе не скажешь, Flying Pingwins уверенно набрали свое преимущество, 48 минут вот карту подержали и забрали, одно очко у них есть, это счет 1-1, и это означает то, что Evil Genius против пингвинов будут играть третью карту, и эту третью карту мы увидим, и там уже, возможно, какое-то новое будет сочинение на Фантомке, но я не увидела, кстати, в какой момент был рефрешер прожат, возможно, это действительно было сделано ради Блюра, чтобы бросаться с ним и не сразу показываться противникам, ну, что, даггеры там, возможно, тоже всех попилили, в любом случае, погибли, конечно, очень быстро и резко, наверное, три человека из команды, Сумаил там еще как-то успел погибнуть и что-то закастовать, при этом он забрал с собой Пака в начале, Кентавр подержался просто на своих хитпоинтах, пока Блэдмейл был, его просто предпочитали не бить, но Артизи, наверное, Артизи это единственное, кто к этой игре отнесся серьезно, вот действительно такое ощущение есть, или Сумаил единственный, кто отнесся несерьезно, и из-за этого все так произошло, но тем не менее, да, карта отходит пингвинам, я думаю, что тем, кто сделал ставку и хотел на этом хату поднять, пять хат поставил, чтобы на каком-нибудь коэффициенте 1 и 2 поднять одну хату и написать плюс хата, но им не повезло, и пингвины побеждают, поздравляем их и отправляемся на третью карту, которая будет начинаться совсем скоро, あ fullness коэффициенте 1 т can